Доброе утро! Сегодня вторник, а это значит, что до росписи осталось три дня, не считая этот. И сейчас я выдвигаюсь к Павлику, и мы будем вместе писать текст для пригласительных на основную свадьбу. Хотела сейчас надеть вот эту шляпу, но я похожа в ней на гриб. Ну ладно, пойду без шляпы. Это секрет. Я знаю, что ты записываешь. Мы хотим адаптировать приглашение Эдварда и Беллы на русский язык, чтобы это адекватно звучало. Пишем. Пишем. Дорогие. И дешевые. Начинаться оно будет вот так, Павел и Алена. Изабелла, Мария Смона. Вместе с их семьями. Павел и Алена. Почтут за честь. Ваше присутствие на праздновании нашей свадьбы. Но, честно, по-русски уже странно звучит. Точно за честь. По-английски это звучит как реквест и хонор. Ну это да. Ой, я на греческий перевел. Просит о чести. Просит о чести вашего присутствия? Это слишком... Да, настолько официозно, как будто бы мы попали в книгу 19 века. Может быть, не будем использовать слово «брак сочетание», а то каким-то Советским Союзом поверила я немножко. Уважаемые врачующиеся. Это, по-моему, не закончится. Буду говорить так. Уж извините. Я это слушаю уже две недели. Я пришла домой. О, это мой курьер самокатский. Распаковка, чек. Я хотела сказать, что я пришла домой. Павлик попросил приготовить ему чего-нибудь вкусненького. Чем я сейчас, собственно, и займусь. Вот как раз мне приехали продукты. А вечером мы идем искать ему новую рубашку на роспись, потому что что случилось со старой вы можете увидеть в прошлом влоге. Также из свадебных дел я вчера забронировала фотостудию на день росписи, потому что прогноз далеко не радужный. Он как бы намекает, что мы в любом случае промокнем либо от дождя, либо от жары. В общем, чтобы все было максимально комфортно, я забронировала студию, и после росписи мы пойдем фотографироваться туда. А еще, я уже говорила об этом в своем телеграм-канале, дата нашей свадьбы будет 13 августа 2022 года. Прямо как у Беллы и Эдварда. И получается, что в 2011 году 13 августа выпадало на субботу. И в этом году 13 августа выпадает на субботу. И получается, дата свадьбы Беллы и Эдварда 13 августа суббота 2011 года, а у нас 13 августа суббота на 2022 года. Я считаю, что это судьба. Пожарю блинчики. Только перестали сверлить эти, другие начали играть на своих фортепианах. Минуты покоя. Готовка является одним из моих хобби, и поэтому у меня есть вот такая книжечка. Там я от руки записываю самые крутые рецепты, которые я нахожу как-то их совершенствую, модифицирую под себя. И вот сейчас я готовлю блинчики. Я превращаюсь в домохозяйку. Вот рецептик, пожалуйста, пробуйте. А ещё вот масло, тут написано сливочное или растительное, но вы можете добавить кокосовое масло, попробуйте. Тогда блинчики будут с лёгким, ненавязчивым кокосовым привкусом. Вот я сейчас такие пеку с кокосовым маслом. Кстати, мы скоро с вами будем репетировать тортик на мою основную свадьбу. Я не знаю, как её ещё называть, но торжество свадебное. Вот скоро будет роспись, а потом будет свадьба, через месяц. Я буду печь тортик сама на это торжество, и поэтому его нужно будет прорепетировать. Так, я ещё не до конца придумала своё основное свадебное платье. Я купила некоторые детали, и теперь мне нужно подобрать основную ткань. Но я не знаю, какую. Вот у меня есть атлас для платья Беллы, и сейчас мы примерно прикинем, как это будет смотреться с моим фатином. Так, и... Не помню, сколько тут, 5 метров фатина. Делаем вывод, что нам нужна небелоснежная ткань, потому что на ней молочный фатин смотрится как-то грязно, что ли. Придётся брать с собой кусочек этого фатина и примерять ко всем тканям в магазине тканей. Проходите, молодой член. Мы идём искать рубашку Пашки. Но сначала зайдём на почту, там пришли китайские посылки. Что происходит? Держите её! Держите! Она украла моё сердце. Он был профессиональным актёром и моим будущим мужем. Ну, я тебя поснимаю. Все посылки. А, да? А вы когда-нибудь снимали распаковку прямо на почте? Можно поинтересоваться, что это? Это свадебное... Это свадебное... Это свадебное моноколь. Нет, это свадебное ожерелье. Ага. Туршащие звуки. Туршные руки. Это Серёги. Какому Серёге? Это Серёги. А-а-а. Они, две. Ты не знаешь, что это? Я? Ну, похоже на кошелёк какой-то в коробке. Или какой-нибудь этот... Это пазлы? Это набор для сургучевания. Это для свадебных приглашений я заказала. Ну-ка, покажи, что там нарисовано. Розочка. Очень ничего не видно, зря зум сделал. Значит, по плечам, по плечам тоже. По длине, по длине. Смотри, длина хороша, отлично. Тебе очень идёт розочка. Только не прыгай за галстуком. Я постараюсь. Я дам ей три года послужить, и потом ещё раз... А, уже нельзя будет прыгать. Уже всё. Всё, я упустил свой шанс. Надо было прыгать раньше. Зашёл и вышел. Зашёл и вышел. Да, ты упавшуюся весь померила, подошла, ушёл. Так ты меня спросила, зачем нужны запомники, или зачем конкретно мне нужны запомники? Ты их носишь? Слушай, я бы с удовольствием вообще ходил всегда вот как вон тот мужик на манекене. Это по жизни. Я бы иногда вот слева, потом справа, а потом вон как тот, вдалеке. Короче, мы зашли где-то в третий магазин, померили первую попавшуюся рубашку и взяли, и уходим. Да? Да. Мы идеальный пример, как нужно сделать шанс. Я терпеть не могу ходить по магазинам и долго выбирать одежду, потому что для меня это мучение. Мерить снимать. Особенно зимой. Зимой и летом. Она такая решила... Настолько, что вертушка подогнала. Она такая, а ну быстрее пошёл. Я сейчас вам полчаса записывала новости, а потом обнаружила, что всё это время я была не в фокусе. Моя последняя нервная клетка вышла из чата. Она просто... Она вылетела. Ещё раз. Итак, два дня я примерно не снимала, потому что я работала. Работала и работала. Свадебные новости таковы. Позавчера вышел наш эфир с телеканала Краснодар, где мы рассказываем о своей свадьбе. Здесь сейчас будет мемная нарезка. Но если вы хотите посмотреть выпуск полностью в нормальном формате, то ссылка будет в описании. Алена Мерцалова и Павел Галкин – это молодая пара, которые как раз-таки готовятся к своей свадьбе. Любовь начинается с дружбы, да? Конечно, да. Это самая лучшая дружба. Это та дружба, которая перетекает в любовь, конечно. Мы поехали на очень красивое место у нас здесь в Краснодаре. А где же это за место красивое? Мы не будем раскрывать. Раскрыли. А не было никаких сомнений? Ты сразу сказал «да». Я никаких сомнений не принимаю, да? Я всегда знала, что если я когда-нибудь за кого-нибудь выйду замуж, то я выйду замуж, как Белла Слон. Как она выйдет, человек, замуж? А в лесу. Хотим идти, там, и дорожка такая в лесу, через... Всех заманиваем в лес. Мои знали, что я со странностями, они... Молодец, Илёна. Давай, Паша, скажи про свой каравай. Девушки нет. Просто я считаю, это один раз в году. Давай не пойду. Мы взяли эти, и мы уехали, потому что у нас самолёт был. Всё, и мы вообще ничего. Спасибо вам большое, ребята. Алена Амирцалова, Павел Галкин, молодые. Спасибо вам. Скоро свадьба. Мы вас поздравля... Ну, не заранее не поздравляем, но надеемся, да, что ваша свадьба пройдёт. Сегодня я сходила в золотое яблоко и купила себе для свадебных мероприятий тональный крем, потому что на этом эфире я увидела, что мой мне стал слишком светлый. Я довольно сильно загорела. Я не хочу, чтобы на свадебных фотографиях у меня была на лице белая маска. Взяла попробовать Urban Decay. Короче, вот такой. Спасибо, Алена, всё очень видно и понятно. И long lasting makeup setting spray, фиксатор. Да, у неё идеальный английский. А что уже такое? Чтобы всё это было прибито к лицу на весь вечер. А вот консилер Urban Decay мне не подошёл, я не стала его брать. Вы мне ничего не впарите, консультанты. И, кстати, за вот эту покупку... Мне дали вот такой комплимент. За вот это. Спасибо, сама намажусь всю свою семью, намажу котов, собак и ещё соседям останется. Мне кажется, что в Золотом Яблоке раньше было больше комплиментов за покупки. Тем более такие крупные. С Алиэкспресс мне пришли кое-какие вещи для свадебных дел. Это у нас набор для сургучной печати. Ей я буду оформлять конверты для пригласительных. У меня села камера, я не выдерживаю. Всё, я доснимаю это на телефон. Небольшая распаковочка с Алиэкспресс у меня была в Инстаграм. А в Телеграме она также есть со всеми ссылками. Заходите, подписывайтесь, там много интересного бывает. После завтрашней росписи у меня почти всё готово. Осталось только забрать платье. Букет заказан. Макияж я буду делать себе сама. Завтра я его прорепетирую. Ну и всё. Что случилось? Мы устали. Сейчас морозилочку закрою. Это мой последний незамужний день. Как я себя ощущаю? Немного волнуюсь. Но только потому, что хочу, чтобы всё прошло идеально. Завтра будет торжественная роспись. На ней будут присутствовать только родители. Но всё же это очень важное событие. А насчёт своего выбора я ни капельки не сомневаюсь, не волнуюсь. Я в нём уверена. У меня никогда не было стремления выйти замуж. Более того, в какой-то момент в своей жизни я думала, что я вообще не выйду замуж. И у меня была такая мечта жить одной в квартире, завести пару котов. И вот это было для меня идеальным решением на всю жизнь. И когда я была в прошлых отношениях 8 лет целых, у меня не было желания выйти замуж. Я считала, что это бессмысленно. А потом я повстречала Пашу. И всё обрело смысл. Когда вы встречаете своего человека, вы это чувствуете. Это ни с чем не перепутать. И брак это само собой разумеющееся развитие ваших отношений. Вот наивысший этап. Всё. Вы самые дорогие, самые родные друг другу люди. Такие речи. Серьёзные. Вы спросите, чем я занимаюсь в свой последний, так сказать, девичий день? Думаете, я закатила крутой девичник? Нет. Мне не с кем его закатывать. Единственный человек, которого я могу назвать своей подругой, живёт в Питере. И этот человек полон любви. Так что девичника у меня нет. И я этот день провела в уборке квартиры. Да, у меня есть такой заскок. Мне нужно перед каждым каким-то событием, праздником, нужно убираться. Даже если дома чисто. Вот как сегодня. Было чисто. Я убиралась несколько дней назад. И мне всё равно надо было вот тут со шваброй скакать. Вот у меня какие-то беды с башкой. Но вот как есть. А там снимает. Жизнь бесповоротного экрана. Снимает. Спасибо. Также я немножко прорепетировала завтрашний макияж. Это вообще не окончательный вариант. Просто сделала что-то примерное, чтобы протестировать тональник. И фиксирующий спрей будем тестить сегодня на стойкость. Я не стала повторять прям полностью макияж, который хочу сделать. Если честно, я ещё до конца его не придумала. Но сегодня мы ещё проведём вечер с Пашей. И я всё-таки не хочу, чтобы он видел окончательный вариант моего макияжа. Скажите, у меня одна такая проблема? Что мне надо постоянно убираться? Кстати, сегодня с утра у меня был сеанс самоманикюра. Я сделала себе ноготочки. Сначала хотела просто молочной базой покрыть. Потом подумала, ну праздник всё-таки. Надо добавить каких-то блёсток что ли. И на сегодня осталось только пойти забрать платье на роспись. И мы на этот вечерок разъедемся по разным домам. Понимаешь, сколько бы тебе ни было, ты всё равно будешь восхищаться. Я уверен, что так же красиво будет и на... Чтобы попа не болела, не кусали комбары. Прекрасно. Спасибо. Вот это я красивая завтра буду. Самая красивая. Мы тебе сейчас льдом как помажем? Я буду индийской принцессой. Всё, я проводила Пашу, он уехал. И теперь у нас будет вечеринка вот такая. Я, по-моему, не показывала ещё. Это Мурчик. Он очень стеснительный кот. Что я буду делать? Я буду монтировать дальше для вас этот влог. Мурчик, Мурчик. Я за платьем сама не поехала. Его сейчас Паша мне отправит на такси. Я забрала платье. И да, оно помещается в такой маленький пакет. Паша его не видел, но он его передавал курьеру. И он такой... А чё такой маленький пакет? Мурчик, что происходит в этой жизни? Когда остался дома один, и кот начинает себя странно... Что? Фу, Мурчик! Фу! Не лезь ко мне целоваться больше. Вы думаете, почему я Пашу отправила к родителям? Вот поэтому? Красавица, конечно. Ну да, что такое. Сейчас час ночи. К сожалению, я не успеваю выложить вот сегодня, накануне росписи, этот влог. Я не успела его домонтировать. У меня сейчас выбор. Между сном и тем, чтобы закончить влог, я, пожалуй, выберу немножечко поспать. Немножечко, потому что встать мне надо рано. И на этой сонной ноте я буду заканчивать этот влог. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Они мне очень греют душу. Я всё читаю, я всё вижу. И спасибо вам большое за этот отклик. Ну, там лайки, подписки, пожелания, все ссылки на всякие мои телеграммы, другие граммы, тиктоки. Всё будет в описании. Завтра я, естественно, буду весь день всё для вас снимать. Но оперативненько новости, конечно, будут в других соцсетях. Ну, а я с вами прощаюсь. Всё. До свидания. Спокойной ночи.